вроде встречались когда-то вы великий конструктор мне кажется я не буду с вами спорить хотя можно было бы ну как говорится вам виднее не конечно тем более вам сквозь с вашими очками конечно виднее моя любимая по конструкторским работам я любимое дело это спорить с украинцами по поводу автоматы калашникова как дети хотят верить в то что хотят и остальное давайте лучше с вами поговорим про ракету-носитель союз ну давайте но я там мало что но а мало а вы про калашников знаете ну да кто сделал калашников я ведь кто сделал калашников откуда появился промежуточный патрон в советском Союзе. Как это было? Промежуточный патрон. Он появился до Советского Союза. Еще и японцы винтовка уже была промежуточным патроном между серьезным винтовочным патроном и пистолетным. То есть промежуточные патроны были... А почему же тогда скопировали не... Японские патроны не взяли за основу новой штурмовой винтовки в Советском Союзе? По каким-то тем самым параметрам не подходило что? Не подходило. Я понял. А по каким параметрам не подходило? Так. Ну, японский патрон это все-таки очень старый. Ясака, по-моему, не помню. К винтовке Арисака. Арисака, да. Так вот, этот патрон он все-таки очень старый, поэтому наверняка какие-то новые нововведения. То есть патрон же должен хорошо войти, хорошо выйти автоматически. А что мешало хорошо войти войти японскому патрону? Возможно, вот это бутылочное горло или еще что-нибудь конфигурация? Бутылочное... А, а в этом же не было бутылочного горла. Где? Ну, в немецком промежуточном патроне. Был, но он был другой. А, он был другой. Я понял. Ну, логично. Хотя бред, конечно, сивой кобылы. Почему? Ну, потому что в японском патроне было же такое же бутылочное горлышко, как и в немецком. Бутылочное такое же, немножко другое. Конфигурация... По сути совершенно одинаковая. В чем суть? Суть, принцип тот же самый. Что мешало войти и выйти японскому патрону? Что вы за бред несете? Значит, то есть при нагревании, при определенном... То есть, во-первых, это автоматически... Оно нагревании. Подождите. Нагревание обыкновенного. Обыкновенное. При стрельбе очередями нагревание сильнее, чем при стрельбе, извиняюсь, одиночным патронами. Согласитесь с этим? Вы хотите сказать, что в немецком патроне не было нагревания? Было, но немецкий патрон как раз под это работал. А вот Арисака... Почему? Конфигурация патрона... Как конфигурация, суть та же самая. Принцип тот же самый. Сужение. Ну, это бред сивой кобылы. Ладно. Почему? Ну, потому что по десятому кругу вы говорите бред. Сути вы не понимаете. Обоснуйте. Японский патрон по сути своей не был промежуточным. Потому что промежуточный патрон это промежуточный между чем и чем? Между винтовочным патроном и между пистолетным патроном. В частности, у немцев, например, это промежуточный патрон между патроном карабином Маузера и, например, там 9-мм карабином пистолетом Вальтер. К примеру. Чем у них там этот стрелял МП-38 МП-40 МП-41. А японский патрон винтовки Арисака такой задачи не выполнял. Он не был промежуточным. Он не был промежуточным между чем-то и чем-то. Это был просто ослабленный винтовочный патрон. Расскажите мне мощность промежуточного патрона патрона Арисака патрона, скажем, ну, нашей 7,65 этого на 54 и 7,65 что вы за глупость несете? 7,62 на 54 вот этот патрон вот этот патрон я сейчас хотел да, да, похож ну, вот этот патрон с закраиной да, да, все правильно да, старенький патрон так, патрон А вот это вот патрон от ТТ это маузеровский патрон я сейчас не вижу но я это 7,62 на 25 от пистолета ТТ от ППШ ну, ладно тут, так сказать, можно долго по сути раз тут можно очень долго по поводу промежуточного патрона размазывать пластилин по стекловате именно когда в Советский Союз были захвачены первые штурмовые винтовки немецкие именно это дало начало команду чтобы начать работы над советским патроном и потом под оружие использующим этот патрон согласен а патроны винтовки Арисака были известны с Первой мировой войны использовались советскими советскими согласен войсками Российской империи и ни к чему они не привели как это автомат Федорова а к чему привел автомат Федорова почему тогда автомат Федорова не был основоположником советской штурмовой винтовки он канул в никуда в ограниченных количествах выпускался выпускался но он же не получил развития автомат Федорова пришлось копировать немецкие разработки а не усовершенствовать автомат Федорова не понял повторите для того чтобы разработать в Советском Союзе оружие штурмовую винтовку потребовалось копировать немецкие разработки а не автомат Федорова развивать дальше назовите мне одну деталь с МП-44 и автомата Калашников скопированную хотя бы одну весь дизайн скопирован хотя бы одну деталь весь дизайн скопирован промежуточный патрон скопирован скопирован это же комплекс это же комплекс оружие это же комплекс оружие и патрон это комплекс и вот то что с немецкого оружия был взят принцип промежуточного патрона именно копирование немецких разработок и дальнейшее их развитие весь дизайн весь дизайн был скопирован а то что отдельные детали подверглись какому-то изменению сам принцип тот что откатывается весь этот самый газовый поршень составляет вместе с держателем затвора единую деталь как СВТ? нет а как по чем разница накачала я же говорю что при чем тут СВТ ведь не развитие же СВТ явилось советские штурмовые винтовки тот узел который у меня обозначили он как СВТ почему как СВТ? а почему не как немецкий штурмгевер? а потому что со штурмгевера взяли со СВТ а с автомат Калашникова взяли со штурмгевера так получается с СВТ взяли а не со штурмгевера а почему с СВТ непосредственно не взяли почему советский автомат Калашникова так называемый это копия это развитие немецких идей а не СВТ взяли бы СВТ доработали бы ее получили штурмовую винтовку не является копией что что не является так и штурмгевер не является копией СВТ самое главное скажите мне система запирания в автомате Калашникова какая поворотом затвора в затворной раме перекосом затвора это кардинальная рамка вверх и вниз нет не кардинальная так между прочим именно развитие да между прочим ведь в оружии например в чешском оружии это было это же не является оригинальным оригинальной разработкой советских оружейников они всегда все повторяли так же точно как пистолет Макарова это копия немецкого Вальтера ПП просто копирование Вальтера пистолет полицая лучше всего получилось у Макарова подождите бог с ним с Макарова а почему же бог с ним с Макарова это же общий тренд развития советского оружия а разве пистолет ТТ не является копией Браунинга а разве патрон на пистолет ТТ это не копия Маузеровского и так и так и так СВТ перекосом затвора вы сказали подобное же было в системе этого чешской винтовки так да где раньше что где раньше в чешской винтовке это было раньше перекосом затвора это не является изобретение советских оружейников это было конечно же это же было до этого вы что глупый что ли понятно почему Шмайсер поворотом затвора не сделал свой автомат он просто еще не доработал свой штурмгивер до этого уровня да а потом а потом доработал да они напоили Калашникова спиртом он перестал им мешать безграмотный этот самый безграмотный не получивший образование у вас есть высшее техническое образование так какая вы засали потому что если бы вы сказали что у вас есть высшее образование техническое я бы задал вам вопрос и вы бы обкакались скажите пожалуйста у Шмайсера какое было образование у него тоже не было образования у него был опыт ну вот и все скажите пожалуйста какое образование было у величайшего конструктора всех народов Браунинга тоже не было высшего образования официально высшего образования не было а какое у него было образование я не помню но знаю факт что не было у Браунинга а какое было у Калашникова у Калашникова не знаю какая-то там церковно-приходская школа а я просто говорю что калашникова не было опыта у него не было опыта конструирования он до этого его жалкие попытки что-то там создать у него не было времени для того чтобы получить такой опыт калашников что еще создал а ну-ка расскажите мне что еще создал калашников он мог только повторять что еще создал калашников в своей жизни когда ему перестал когда он перестал копировать или использовать когда он при когда он перестал мешать гуга шмайсеру что еще создал калашников я попробую ответить но тут нужно маленькое уточнение не подождите подождите конкретно что еще создал калашников я попробую ответить попробуйте ничего принципиально нового он не создал вы меня за меня отвечаете а я хочу ответить попробуйте попробуйте ответить нужно маленькое уточнение вы имеете ввиду те изделия которые пошли в массовое производство или вообще я просто спрашиваю что еще великого известного удачного создал михаил тимофеевич к так называемый конструктор калашниковши что еще он создал зачем вы юлите что вы еще что зачем вы юлите что еще создал великого удачного которым вся африка вооружена которым советский союз всю африку наводнил что еще создал калашниковши что он еще смог придумать этот гений человеческой мысли пкм вы полагаете что это так сказать это же всего лишь навсего просто дальнейшее развитие идеи хуга шмайсера почему почему никак нет почему никак нет что еще сделал калашников на пкм и вы посмотрите блин на хуга шмайсера это это даже не автомат извините это пулемет это пулемет это пулемет уже под полноценный винтовочный ну такой не до не не до винтовочный патрон слабый достаточно патрон винтовки мусина очень слабый у которого закраина до сих пор мешает при создании оружия и на которой вы дальше будете калашников не создал ничего на что похож пкм то нет ни на автомат шмайсер это дальнейшее развитие это дальнейшее развитие этих людей нет это вы дебил это вы дебил потому что потому что калашников ничего не изобрел что что еще изобрел к великий конструктор калашников что еще изобрел кроме как вы говорите пкм а пкм не является каким-то там я не знаю оригинальным оружием это дальнейшее развитие вот этой концепции я вообще сказал что он срисованный почти со шмайсера но это хорошо когда что вы это признаете не надпgal рассказать как специалиста помните готовые специалисты в к специалист какой области вы специалист какой области мы же за сались сказать про свое образование специалист какой области вот правильно потому что вы секунь о знанием своим хотите хотите вы секундчик. Хотите меня спросить что-нибудь по моим разработкам? Нет, я про Шмайсер и про Калашникова. Скажите, пожалуйста, сколько Шмайсер изобрел изделий, которые пошли в массовое производство? В смысле, видов изделий. Не-не-не, вы сначала скажите специалистам, в какой области вы являетесь, и я вам задам какой-нибудь вопрос интересный. А почему вы условия ставите? Вы просто ответьте. Я, я хочу проверить ваш уровень компетентности. Почему вы условия ставите? Как почему? Потому что это мое право ставить вам условия. Я просто показываю вашу сцикливость. Это же очевидно. Если вы не знаете, сколько Шмайсер сделал изделий, которые пошли в массовое производство, я вам скажу. Что вы знаете? Штурм ГВР-44, больше ни одного. Вы можете все, что угодно говорить. Уровень вашей... А вы же боитесь сказать, чтобы мы проверили уровень вашей компетентности, вы сцикл в области знаний. Это не значит, что я не прав. Это все показывает про вас? Ну, конечно же. Ну, это уже сразу все. Уже сразу видно. Хотите меня спросить что-нибудь? Хотя бы в пределах школьной программы. Сможете мне вопрос задать? Я один раз видел, как бы вы сказали там про какие-то летательные аппараты. Про какие летательные аппараты я говорил? Да почти байрактары вы там сделали. А, нет, я байрактарами не занимаюсь. Не почти байрактарами не занимаюсь. Вы глупы. Вы глупы. Ну, как уж есть из них. Ну, давайте на этом тогда закончим. Ну, зачем дальше эту глупость продолжать? До встречи. До встречи. Продолжение следует...